Ужасы землетрясения, произошедшего в марте 2011-го, преследуют жители Японии до сих пор. Более 16 тысяч пострадавших и пропавших без вести, полное разрушение инфраструктуры, пожары, цунами и радиоактивные загрязнения из-за аварии на АЭС Фукусима. И вот спустя 11 лет на северное побережье острова обрушились мощнейшие землетрясения, спровоцировавшие цунами. На территории сейсмической активности вновь оказались населенные пункты и атомные электростанции. Я думаю, что здание атомной электростанции там построено с учетом всех необходимых требований экологической безопасности. Но в целом, конечно же, если авария на Фукусиме произойдет, последствия будут, конечно же, глобальными. Они затронут не только японские острова, они затронут близлежащие территории. К слову сказать, Приморский край, Хабаровский край находится относительно недалеко, а также остров Сахалин. Ну и тут еще надо говорить о том, что все будет зависеть от изотопного состава, который попадет в окружающую среду. Более ста пострадавших и разрушены из системы коммуникаций. Вот что известно о ситуации на северном побережье Японии в настоящий момент. Эксперты отмечают, землетрясение в большей степени скажется на экономике страны. Вы знаете, у нас тем более сейчас период санкций начался, Япония к которому присоединилась. Поэтому то, что на экономике Японии может сказаться, к нам сейчас уже, наверное, будет в меньшей степени относиться. Поэтому я не думаю, что для России будут какие-то серьезные последствия именно от этого землетрясения, от этих проблем на атомные станции. Как раз мы видим, что в данном случае масштаб разрушений был гораздо меньше. Экологических проблем тоже практически не было, в отличие от прошлого раза. И справились именно с неполадками гораздо быстрее. Потому что в 2011 году несколько дней ничего не могли сделать. И, соответственно, шли все время выбросы в окружающую среду. Сейчас все это, мне кажется, учтено. И поэтому последствия будут гораздо меньше, да, соответственно, средств и времени на полную ликвидацию этих последствий, я думаю, что будет меньше. Накануне на АЭС «Фукусима» и «Фукусима-2» на время вышли из строя системы охлаждения. Специалистам удалось оперативно устранить аварию. Однако без света осталось более двух миллионов домов по всей стране. Эксперты отмечают, делать выводы пока рано. Но в настоящее время никакой угрозы для мирового сообщества не предвидится. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.